Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую в программе «Хлеб на каждый день» и рада вместе начать день. Слава Богу за то, что Он есть, слава Богу за то, что Бог есть в этом дне, есть Его послание и еще слово не взято с земли. Это еще одна наша осознанная благодарность, пусть будет каждый раз, когда мы прикасаемся к Божественному посланию. До конца драгоценности этого послания мы узнаем только в вечности, насколько оно там оценено и насколько отношение небожителей к этому слову уже преображено, если это были люди, живущие на земле, либо те ангелы, которые постоянно знали вес и значимость Божьего послания. И нам с вами очень важно для себя это периодически взвешивать и смотреть, насколько я ценю то, что Божье Слово рядом со мной. Оно не стоит на полке и не пылится, а оно переселяется в меня. И, как сказал апостол Павел однажды, Слово Христово «Да, вселяется в вас могущественно». Я хочу, чтобы оно на самом деле вселилось в каждого, кто с нами проводит это время, каждое утро принимая от Божьего стола преломленный им хлеб. И поэтому сегодня, когда мы говорим о человеческой составляющей, об амбициозной составляющей человека, как царя, о Сауле, который услышал песни женщин, Слава Богу за женщин, которые поют песни, Слава Богу за то, что они ценят победу мужчин, Слава Богу за то, что они знают, какая цена за этим стоит и как это важно отметить, отреагировать, сказать определенное слово. Но печально то, что на эти песни, которые были для того, чтобы благодарность выразить, показать чудо, которое сделал Давид, реакция Саула. А в лице Саула, я хочу сказать, реакция людей, кто о себе высоко думает и понимает, что кроме него никто не должен быть на этом пьедестале, она печальная. Посмотрите реакция. И Саул сильно огорчился. С одной стороны, говорили, Саул победил тысячи, и это же были факты его жизни. Почему надо на это огорчаться? Саул огорчился сравнению себя с Давидом. Тысячи и десятки тысяч. Вот что его огорчило. Кто-то стал лучше его. Для нас это очень сильный вызов. Проверить себя на то, что кто-то лучше тебя что-то делает. Ведь всегда в нашей жизни будут люди, кто делает что-то лучше, чем ты. С одной стороны, ты, может быть, лучше, чем другие в какой-то сфере. Но в других сферах кто-то намного лучше тебя. Если ты в ту сторону и не смотрел, и не практиковался, то, наверное, тебя это и не огорчит. Допустим, ты никогда не занимался гимнастикой и будешь смотреть на человека, который победил в этом виде спорта, и радоваться, что вот у него так складывается. Но если то, чем ты занимаешься и вкладываешь себя туда, кто-то там лучше тебя преуспевает, и научиться это видеть, с одной стороны, как на самом деле возможность, работая на одну цель, видеть это в твоем же окружении как часть победы, либо соперника. Давид оказался в глазах Саула соперником, потому что он дальше говорит, он сказал, Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи, ему недостает только царство. Посмотрите, каким-то чутьем Саул начинает понимать, что царство может перейти к Давиду. И это чутье было на самом деле верным. Но так как он понимал, что перед ним юноша, ему легко с ним сразиться, то лучше его преследовать начать сейчас, пока он не утвердился, не укрепился. И вот в этом и есть опасность. Во-первых, потому что ты начинаешь сражаться не с человеком, а с Богом, который стоит сейчас за Давидом, и Бог ему предназначил эту позицию, и ты уже ничего не сможешь сделать, потому что Бог за этим очень тщательно наблюдает. И поэтому, друзья, так важно понять, что Божью позицию от нас никто не заберет. Только останься на позиции того человека, который также продолжает доверять Богу от всего сердца. Небесный Отец, я благодарю тебя, что у нас есть эта привилегия, возможность молиться к тебе и благословлять тех, кто рядом с нами, на способность отличать. Отличать те компромиссы, которые представляются, те опасные зоны, которые вокруг могут выстраиваться после победы. И благослови нас слышать, понимать, чувствовать и действовать в соответствии с твоей волей всегда, чтобы утвердить свое звание и избрание своим образом жизни, образом поклонения, молитвой и посвященностью. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok